29 октября на ремонт закрылась школа в городском поселении Горки-Ленинский. Это историческое место и учебное заведение федерального уровня. Решение о прекращении работы было принято Министерством просвещения. Но более 400 учеников в данный момент лишились возможности получать знания. Многие из них жители Ленинского муниципального района, поэтому администрация взяла ситуацию под контроль. Изыскала возможность перевести детей в другие учебные заведения муниципалитета и в том числе обеспечить доставку ребят к месту обучения. Для меня важнее, чтобы ребенок не прерывал учебный процесс. Ну, а что с той школы, конечно, мы все переживаем. А так ребенок будет учиться, пусть учится. Около 70 ребят теперь будут учиться в Винновской школе номер 11. Чуть больше 50 учеников отправятся на учебу в школу поселка Совхоза имени Ленина. И один ребенок перевелся в ЭХТЛ. Остальные родители школьников пока раздумывают. А сегодня в 7.10 утра первые автобусы с детьми отправились в дорогу за знаниями. С самого начала, как я зашел в школу, я увидел, что школа новая, светлая, просторная. То есть, что относится к одноклассникам, к новым учителям, это нужно будет время, чтобы привыкнуть. Ну, я думаю, что это долгий процесс, но не такой сложный. Решено, что школьные автобусы будут ходить только в Винновскую школу номер 11, потому что между совхозом и горками транспортное сообщение давно отлажено. Там сформирован 11 класс. Для перевозки детей в 11 школу созданы все необходимые условия, которые обеспечивают безопасность детей во время пути. Также их сопровождают в автобусе обязательно два человека. В школе их также встречают и также будут провожать сопровождающие до автобусов. На базе 11 школы сформированы новые первые и девятые классы. Остальные дополнили учениками из горок. Преподавательский состав готов встретить ребят и помочь им адаптироваться. У нас уже изначально настроение хорошее, потому что детей в любом случае нужно учить. И это самая главная задача школы. Мы учим детей, воспитываем, занимаемся развитием их талантов. Вот у нас неделя декоративно-прикладного искусства начинается. То есть дети вольются сразу и в образовательный, в воспитательный процесс. Школа новая, у нас все дети новые. Поэтому для нас это не впервые. Начинать с первого дня, с нового листа. Мера о переводе в другие учебные заведения временная. Ученики вернутся в школу Горки после окончания ремонта. А пока возможность перейти в одно из муниципальных образовательных учреждений Ленинского района есть у каждого ученика закрывшейся школы. Родителям лишь нужно выбрать одну из предложенных школ. Юлия Пагасян, Константин Брылов, Ольга Садовская, ВИДНТВ.